МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучший молодой врач. Подведены итоги конкурса среди молодых рязанских медработников. Ну а теперь обо всем подробнее. И начнем прежде всего по ситуации со вчерашней аварии насосной станции в Дашково-Песочне. Там, напомним, в результате аварии при проведении плановых мероприятий по очистке резервуаров водонапорной станции по улице Новоселов произошел аварийный отказ от работы оборудования. Из-за поломки задвижки отключили водоснабжение в третьем, четвертом и пятом микрорайонах Дашково-Песочне. Но коммунальщики довольно оперативно переключили объекты на соседнюю насосную станцию. Работа по переключению объекта водоснабжения от другой станции, расположенной по улице Зубковой, были завершены к часу дня. На время проведения работ объекты социальной сферы были обеспечены подвозом питьевой воды. Водоснабжение в жилых домах и объекты социальной сферы полностью было восстановлено к двум часам дня. Продолжаются аварийные ремонтные работы на теплотрассе, которая проходит по улице Грибоедова. Соответственно, и движение автотранспорта там будет ограничено. В Рязани из-за ремонта теплотрассы перекроют движение на участке улицы в районе дома 24-5 Грибоедова от пересечения с Есенина до перекрестка с Вознесенской по полосе движения в направлении площади Свободы. Движение перекрыли во вторник на неделю до 20 июля. На время ремонта в маршруты городского пассажирского транспорта внесли изменения. Так что будьте внимательны в планировании своего пути. И еще о городских происшествиях. Только уже районного значения. Рязанские полицейские ищут очевидцев вырубки молодых деревьев, которые были посажены на аллее между двумя крупными торговыми центрами на Московском шоссе. 18 молоденьких липок по-варварски попросту сломали. Об этой истории расскажет Роман Дворецков. Внешний облик города может многое сказать про его жителей. И надо сказать, что администрация города все-таки пытается придать Рязани должный вид. С горем пополам дороги приводятся в надлежащее состояние. С переменным успехом поддерживается чистота на улицах. В общем и целом есть продвижение в лучшую сторону. К сожалению, не всем горожанам нравятся такие перемены. Один из последних случаев произошел на Московском шоссе. Там на этой неделе неизвестные вандалы уничтожили 18 молодых липок. Скажите, как вы относитесь к этому акту вандализма? Очень плохо. Деревья нужны. Городу очень нужны. Ломать их в некотором случае нельзя. Зелень – это наше богатство, это наше украшение. Это наша жизнь вообще-то. Очень отрицательно. Деревья нужно сажать. Потому что много леса погорело. Много леса гибнет. Корневая губка. Я сам лес пилил. То есть спиливали мы гиблый лес, сухой. А сажали новый. То есть деревья нужно наоборот засаживать. Ужасно. Я считаю, что деревья ломать нельзя. Все-таки они дают свежий воздух. И это бесполезно занять, что они так сделали. Это ужасно. Скажите, а почему в Рязани так не любят красоту? Честно говоря, даже не знаю. Люди разные бывают. Каждому свое, в принципе. Поврежденные деревья были посажены вдоль тротуара. Недалеко от крупных торговых центров города. Это событие, безусловно, вызвало широкий общественный резонанс. На инцидент отреагировали не только экологи, а также пользователи социальных сетей, которые наравне с полицией сейчас разыскивают вандалов. Но пока безуспешно. А вот когда все-таки вандалов найдут, было бы крайне интересно узнать мотив совершенного поступка. Чем так помешали молодые липы? Адекватного ответа, наверное, ждать не стоит. В общем, сейчас рязанские правоохранители просят всех, кто мог видеть злоумышленников, обращаться в дежурную часть. Ну а теперь о другом. А именно о домовом и дворовом благоустройстве. Недавно стартовал городской смотр-конкурс на лучший ТОС, двор и подъезд. Рязанская городминистрация объявила конкурс на лучшие ТОС, дворы и подъезды. Основная цель проведения конкурса – стимулирование общественных инициатив и выявление наиболее активных советов для того, чтобы в дальнейшем продолжать взаимодействовать с новыми объединениями общественного самоуправления. Конкурс призван помогать активистам, содействовать реализации общественных инициатив на местах. Кроме того, благодаря конкурсу мы, конечно, выявляем новый актив, выявляем новые активные советы домов с тем, чтобы дальше уже за рамками конкурса продолжать взаимодействовать с новыми объединениями общественного самоуправления. В этом году предусмотрено увеличение бюджета конкурса от 180 до 300 тысяч рублей. Таким образом, увеличится количество и размер премий. В состав конкурсной комиссии войдут 17 человек. Специалисты администрации города, депутаты городской думы, представители разных общественных организаций, научного вузовского сообщества и общественные жилищные инспекторы. Члены конкурсной комиссии будут отдавать приоритет проектам, тематикой мероприятий которых будут связаны с юбилеем республики. Помимо благоустройства, помимо субборников, то есть вот этой хозяйственной деятельности, вы также занимаетесь досуговой работой, культурной составляющей. Вот все, что будет связано с тематикой юбилейной города, будет в большей степени в приоритете. Подать заявку на участие в конкурсе необходимо до 4 августа. До конца месяца конкурсная комиссия совершит объезд территорий, ознакомится с проектами и проведет заседание. Торжественная церемония подведения итогов конкурса состоится в начале сентября. И еще о конкурсах профессионального мастерства. Не так давно подвели итоги конкурса «Молодой врач-2015». На этот раз в нем приняли участие почти 50 специалистов. Это аспиранты, ординаторы и интерны клинических кафедр Рязанского медицинского университета, а также практикующие врачи лечебных учреждений региона. Возраст участников конкурса не превышает 30 лет. Среди лучших молодых специалистов региона стал сосудистый хирург кардиодиспансера Александр Пшенников. В 7 часов утра начинается рабочий день Александра Пшенникова. Его уже ждут пациенты. Обход, назначение, выписки. А с 9 утра – операционный день. В обед занятия со студентами, до 6 часов вечера работа в медуниверситете, а после уже дома – диссертация и дистанционное обучение в Московском ВУЗе. И в этом напряженном графике у Александра Сергеевича нашлось время, чтобы принять участие и стать победителем ежегодного конкурса «Лучший молодой врач», который проводится комитетом молодежной политики совместно с Министерством здравоохранения. Поучаствовать ему предлагали еще три года назад, когда он обучался в ординатуре и фактически не был врачом. Я поработав, я набрав определенный стаж уже профессиональный, именно сосудистый, решил в этом году подавать тоже документы самостоятельно. Согласовав это все с заведующим кафедрой, он, в общем-то, не возражал. Мне 29 лет на этот момент, поэтому я, в общем-то, в регламент конкурса, ну, уложился в регламент, да. В этом году на конкурс поступили 42 заявки. В очный финал прошли три из них. Из троих кандидатов жюри выбрало победителя, который и получил звание «Лучший молодой врач». Хотя сам лауреат лучшим врачом себя не считает. Я не говорю, что я больше всех оперирую, лучше всех никому не говорю. Я не говорю, что я пролечил больше больных, чем другие, по каким критериям. Это собирательный образ такой, да, который входит в понятие врача. Когда-то еще в школьные годы Александр сомневался, выбирая между двух профессий. Он мог пойти по стопам отца и стать военным летчиком, но отдал предпочтение медицине. А вот в выборе специализации Александр не сомневался. Я с хирургией определился на третьем курсе в ВУЗе. Потому что больше, как ни хирург, я себя нигде не видел в медицине вообще. Это я могу точно сказать. Единственный нюанс потом определиться уже с направлением в хирургии, что это будет общая хирургия, сосудистая хирургия, теракальная хирургия, урология. Это чуть позже пришло, но с хирургией третий курс. Сосудистая, могу сказать, это четвертая. Да, то есть это уже, в принципе, такая мечта, наверное, с начальных курсов ВУЗа. У меня был, в общем-то, сложный выбор после того, как я закончил ВУЗ, закончил ординатуру, когда в будущей профессии не всегда все ясно, не всегда все складывалось, что я буду делать, как я буду делать. И я, в общем-то, не разочаровался, что остался именно там, где родился, в том ВУЗе, который я закончил, остался и на кафедре преподавать сосудистую хирургию, остался в отделении сосудистой хирургии работать. Поэтому то, что моя жизнь связана с этим отделением и с ВУЗом, это, в общем-то, ни на сколько я не разочаровался, наоборот даже. Думаю, что мне повезло с выбором очень сильно. Выпускники медицинского ВУЗа, прежде чем приступить к профессиональной деятельности, приносят клятву Гиппократа, потому что выбранный ими путь – один из самых значимых и самых ответственных. Особая ответственность возлагается на хирургов, ведь результат их работы наиболее очевиден. В нашей ситуации любой клинический пример, если мы берем хорошую реконструктивно-осстановительную хирургию, каждый случай заставляет нас нервничать. Каждый случай заставляет хирурга переживать, волноваться. Как-то без этого не получается. Нет такой толерантности жесткой и какой-то элемента профессиональной деградации. Я переживаю каждую операцию свою. Переживаю потом, после операционный период определенный. Но это специфика профессии. Несмотря на сложность выбранного дела и колоссальную ответственность, Александр Сергеевич увлечен своим делом и уверен, что так будет всегда. У Амосов, проработав далеко за 80, не было у него эмоционального выгорания никакого, чем это объяснить. Ему нравилась своя работа, ему нравилось то, что он делает. Если человеку нравится то, что он делает, как это ему может надоесть? Планы на ближайшее будущее у молодого врача довольно серьезные. Недавно он утвердил тему докторской диссертации и уже приступил к работе над ней. Ну а чтобы не попадать часто на прием к врачам, следует помнить и выполнять не только физические упражнения, но и заботиться о своем рационе. Благо, что с приходом теплого времени года начинается период созревания фруктов, овощей и ягод, в которых, как давно доказали ученые, содержатся необходимые для нормального функционирования человеческого организма вещества, то есть витамины. Кстати, само слово «витамин» происходит от латинского слова «vita», означающего «жизнь». Черничные ночи, грибные дни. Дождливое лето дает свои плоды. Грибники рассказывают о том, что в этом году охотиться на грибы даже не приходится, так как их сейчас много. А вот с пользой лисичек уже не поспоришь. Все выводят нуклиды из организма и не впитывают в себя, а именно из организма нашего все выделяют. И мы будем чистенькие. Так что не обязательно прям вот, а прям надо, как увидите, сразу их львите, и будет вот. Дяжело собирать? Ну, конечно, они прям насеяны. Чик-чик-чик-чик-чик и пошел. А в этом году урожай лучше, чем в прошлом? Ну, конечно, влаги больше. Они поэтому вроде сначала никак, а вот сейчас сильные дожди, они быстро-быстро. И прямо урожай большой. В этом году урожай ягод радует своим изобилием. Польза проявляется благодаря их уникальному витаминно-минеральному составу. Например, витамина С в красных ягодах в несколько раз больше, чем в лимоне. Большой сейчас урожай о чернике? Ну, она еще до конца, до конца еще не налилась, но уже хорошая. Так в этом году оцениваете вообще урожай? Да, хорошая. Из-за чего? Вовремя дожди пошли, а то бы сгорело на корне. А про пользу черники расскажите что-нибудь. Ну, вот первое, что сразу же сезон едите, зрение улучшается. Ну, вишня, например, много йода содержится, очень полезный, я считаю, вишни. Малина, витамин С, витамин С тоже. В основном, витамин С тоже обычный, да. Кружок для глаз хорошо, а вишни для всего хорошо. Трудно собирать? Ну, чего, по-моему. А справимся с прошлым сезоном в этом году, какой урожай? Хороший, нет? Больше. Значит, вот у меня больше. А с чем связано? С дозем. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Да вишня для крови очень полезна, в Владимирах особенно. Такие пектины, которые помогают организму, вот сосудистую, сосудистую организму. Вот малина, например, она противомикробная, она, значит, кровь обновляет. Вот, вишня тоже для крови хороша. Правда, покупают ягоду, признаются садовники, не очень хорошо. В этом году нет. А почему? Чем объяснить, не знаю. Может, просто много у всех. Так кажется, что меньше берут. Держите. Пожалуйста. Ученые утверждают, что в таком стаканчике содержится суточная норма витаминов, необходимая человеку. Таким образом, иммунитетом можно запастись на целую зиму вперед. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну, а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Оксана Охременко. И речь в беседе пойдет о поправках в законодательство. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе, предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова